океан самое загадочное место на нашей планете он покрывает 70 процентов поверхности земли и огромные его пространство до сих пор изучены не полностью по правде говоря исследована лишь малая его часть примерно 5 процентов неудивительно что иногда он выбрасывает на берег ни на что не похожих существ откуда-то из своих глубин эти монстры часто обрастают слухами домыслами хотя обычно всему есть вполне разумное объяснение и у нас 12 морских монстров выброшенных на берег большеротая акула в январе 2015 года филиппинские рыбаки были порядком напуганы обнаружив это создание длиной в четыре с половиной метра на берегу океана странное чудовище оказалось большеротой акулой глубоководной акулой долгожителем которая может дожить и до 100 лет но которую редко можно встретить как вид ее открыли в 1976 году когда одна такая акула случайно зацепилась за якори военного корабля на гавайях к августу 2015 года было обнаружено всего 102 особи из которых лишь немногих удалось научно исследовать об анатомии поведении и ареалии этой акулы пока известно очень мало в общем вполне себе загадочный монстры из морских глубин киты сиамские близнецы в январе 2015 года мексиканские рыбаки столкнулись с невиданным прежде они обнаружили в прибрежных водах двух погибших детенышей серого кита соединившиеся в единое целое у этих сиамских близнецов было две головы два хвоста и соединение в районе брюхо к сожалению нашли их уже мертвыми судя по размерам самка не доносила их и выкинула раньше срока бронированный морской робин рыбаки в австралии нашли на берегу непонятную рыбу у которой есть лапы и панцирь морские эксперты сразу же определились что это рыба загадка бронированный морской робин также известно что бронированный морской робин относится к редким видам рыб распространенных только в глубоких тропических водах и очень редко встречается выше 200 метров в отличие от других рыб у нее есть ноги которые она использовала для передвижения по дну океана сахалинский монстр эти страшные останки непонятного монстра длиной в два человеческих роста вынесла на берег в июне 2015 года на севере острова сахалин в районе города шахтерск морда с клювом странная шерсть и на хвосте может и динозавр какой возможно ученые сахалинского научного института рыбного хозяйства и океанографии быстро познали чудище им оказался северный плавун или клюворыл крупный представитель китообразных клюворылы обитает в охотском и японских морях это хорошо известное морское млекопитающее а шерсть всего лишь налипшие морские растения монстры из ист-ривер такая тварь и неплохо вписалась бы в любой фильм ужасов трупы непонятного животного был найден в июле 2012 года на берегу ист-ривер под бруклинским мостом в нью-йорке определить виды животного не смог ни один зоолог а трупы быстро забрала и уничтожила городская служба благоустройства остается лишь гадать что же за чупакабру вынесла река голубой дракон этот потрясающий морской слезняк был найден на побережье австралии в ноябре 2015 года обычно моллюски этого вида не обитает у самого берега но этот наверно погнался за своей любимой добычей питается голубые драконы несколькими видами медуз причем способны не реагировать на их ядовитые стрекательные клетки а наоборот их переваривать оставшиеся же от клеток жертвы стрекательные капсулы служат защитным механизмом для самого моллюска голубые драконы ядовитые и больно жалят так что в руки их лучше не брать но красивые монстр из лейк макуори это жуткая рыба кит была найдена в марте 2016 года на берегу тихого мирного озера макуори в новом южном уэльсе австралия фотография попала в соцсети и интернет начал бурно обсуждать что же это за помесь крокодила с дельфином однако никаких загадок тут нет на самом деле это обычно щукорылый угарь вот только непонятно как он забрался в озеро австралии ведь его обычное место обитания тропики и субтропики тихого индийского океана у берегов австралии их встретить можно но на большой глубине щукорылый угарь может достигать и в длину два с половиной метра сельдяной король в 2013 году на калифорнийский пляж выбросила не одну а целых две гигантских ремень рыбы и люди даже забеспокоились а не признак ли это надвигающегося землетрясения ведь эти морские создания глубоководные и обитаты на глубине около 900 метров вот почему люди редко их видят одна из выброшенных на берег рыбин была длиной аж пять с половиной метров и понадобилась сила 15 человек чтобы поднять и оттащить ее морские биологи полагают что эти гигантов которые являются не очень хорошими пловцами могло прибить к берегу сильным течением они потерялись и не смогли выплыть из течения вернуться обратно в море а сельдяным королем эту рыбу назвали по двум причинам ее часто встречали в косяках сельди и на голове у неё своеобразная корона образованная первыми лучами спинного плавника на пляже фолли бич в штате южная каролина сша в 2012 году вынесла необычного морского монстра гигантских размеров и с массивными костяными щитками вдоль боков как у динозавра народы начал гадать кто бы это мог быть правда казалось следующий это был никакой не монстра обычный гигантский атлантический осетр который приобрел необычную краску подвялившись на солнцепёке к тому же гигантский атлантический осетр на самом деле похож на монстра он ведет свою родословную от особи обитавших на земле сотни миллионов лет назад и может и достигать почти пять метров в длину и весить и 250 килограмм панамский монстр существо из панамы которого называют также панамским монстром монстром синего потока или ужасом синих холмов было найдено и убито подростками в панаме в сентябре 2009 года найдено оно было на берегу реки недалеко от города сыро суль по рассказу подростков существо схватило одного из них за ногу в воде после чего они испугались и забили его камнями фотографии показала местная телестанция и история получила широкое распространение версии было много и что это инопланетянин и что какой-то неизвестный науки вид и что это облысевший ленивец ученые провели биопсию останков и через несколько дней сообщили что панамский монстр был действительно самцом ленивца и в результате подводного разложения потерявшего волосы монстр с пляжа бонфил бич в марте 2016 года на пляже бонфил бич и города акапулько мексика нашли вот такого 4-метрового монстра неизвестное погибшее животное было ни на что не похоже и даже ученые не смогли по внешним признакам определить какому виду она принадлежит на берег и видимо это существо попалась сильным течением затем недолго полежала на солнце и погибла есть предположение что это был гигантский мутировавший кальмар или осьминог мутант из японии в японии на берегу океана гуляющими по берегу людьми было найдено странное мертвое существо очень похожее на змею однако имеющие усы подобные сомовским и морды напоминающий дракона на место сразу выехали японские эксперты и профессора в длину существо около десяти метров до этого случая о нем ничего не знали возможно это чудовище является мутантом появившимся в результате изменения климата и природного загрязнения далее ученые будут изучать найденного монстра в лабораторных условиях ты только посмотри на этот адовый ад который творится на этом канале ссылка в описании на злого школьника залетай подписку оформляй видосы смотрите и и друзей приглашай а на этом у меня все с вами был зомби чез пока а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok